Привет! Ты на канале 6-й класс ТВ. Меня зовут Марина, я репетитор по математике. Сегодня мы с тобой решим задание под номером 505 из учебника математика 6-й класс Виленкин-Джохов. Давай вместе откроем учебник и прочтем условия задания. Итак, у нас здесь задача. В первую неделю бригадой была выполнена 30% месячной нормы. Во вторую неделю 0,8% того, что было выполнено в первую неделю. А в третью неделю 2,3% того, что выполнили во вторую неделю. Сколько процентов месячной нормы осталось выполнить бригаде в четвертую неделю. Итак, запишем кратко условия нашей задачи. У нас есть первая неделя 30% нормы, вторая неделя 0,8% от нее, третья это 2,3% от второй. И сколько осталось выполнить в четвертую неделю, это уже весь остаток. Поскольку речь у нас идет о процентах, то мы с тобой понимаем, что всего у нас 100%. За все 4 недели должны выполнить 100%. Так, ну 30% уже выполнено. Так, сколько выполнено во вторую неделю? Ну это видно, что какое-то число от нормы. Как же нам найти, чтобы выполнить это задание, нужно знать или вспомнить, как найти часть или десятичную дробь от числа. В данном случае это 30%. Как нам найти вот эту часть? И не важно здесь, что это в процентах. Даже если бы это было в килограммах или в сантиметрах, то есть в данном случае мы не переводим проценты в десятичную дробь. Почему? Потому что как бы здесь сейчас процент, это вот как мера измерения. Поэтому если бы мы именно проценты находили от числа, тогда мы обязательно бы переводили. То есть на самом деле 0,8% это 80% от 30%. Поэтому в принципе на данном этапе мы не будем переводить и вот эти 30%. Потому что, еще раз повторяю, это как единица измерения, как килограмма, сантиметр. Мы же их никуда не будем переводить. Поэтому и эти 30% мы не переводим. Здесь у нас уже есть дробь. Да, и для того, чтобы решить данное задание, нужно вспомнить, как же находить десятичную дробь от числа. Видео с теорией по этой теме ты можешь посмотреть, перейдя по ссылке в описании под этим видео. Ну а я лишь коротко напомню, что для того, чтобы найти дробь от числа, в данном случае десятичную дробь от нашего числа, нужно умножить число на эту дробь. Да, то есть первое действие это у нас просто 30. Берем, что это число у нас, да, умножаем 0,8. Получается 24 в скобках. То, в чем мы измеряем на данный момент, мы измеряем это в процентах. Поэтому в скобках мы ставим проценты. Это у нас вторая неделя. То есть выполнена бригада во вторую неделю. Дальше третья неделя, две третьих от второй. Во второй у нас 24 процента. И снова пользуемся правилом нахождения дроби от числа. Для этого нужно умножить число на эту дробь. Итак, второе действие это две третьих на 24. Или наоборот, в принципе разницы нет. Чтобы умножить число на дробь, нужно умножить число на числитель этой дроби. Умножаем, смотрим, что можно сократить. 24 и 3 сокращаются на 1. Здесь будет на 3. Здесь будет 8, здесь 1. 2 на 8 это 16. И в скобках ставим процента. Это выполнено в третью неделю. Ну и теперь ищем то, что осталось выполнить в четвертую неделю. Опять напоминаю, что вся работа за 4 недели у нас взята за целое. А целое это у нас 100%. То есть нам нужно от 100% отнять первую неделю, отнять вторую и отнять третью неделю. И тогда мы получим то, что осталось в четвертую неделю сделать. То есть 100 минус 30, минус 124 и минус 16. Будет 30 опять-таки процентов. Это и есть наш ответ. 30% месячной нормы осталось выполнить в бригаде в четвертую неделю. То, что здесь в условиях были даны проценты, это просто для запутывания. И чтобы понять, как вы лучше усвоили материал. То есть это не для того, чтобы переводить его в дробь. То есть если вы посмотрите, если можно переводить, то есть это не ошибка. Можно перевести проценты в десятичную дробь. Ответ получится точно такой же. Вот и все. На этом задача решена. Переходи по ссылке в описании на наш сайт. Там ты сможешь решить самостоятельно похожее проверочное задание. И получить за это баллы. Каждую неделю трое учеников, которые наберут больше всех баллов, получают пополнение счета на свой телефон. Если тебе понравилось наше видео, ставь лайк. Кто не подписан, обязательно подписывайся на наш канал. Если есть вопросы или комментарии, оставляй их под этим видео. Ну а я со всеми прощаюсь. До следующего задания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...